Они въехать хотели свои. Это трофея, да? Это трофея укроповская. Они заехали на железку и не смогли. Хотели выехать от сюда же. Старый. Битвах был скат. Битвы все скат. Она, наверное, еще в Афганистане воевала. Сухари. Сухари укроповские. Называется, зрение хочу. Это все, что осталось от трофея. А ну тихо, не помогай. Проводочек, смотри. Нормально. Вот тот бетер, который сняли, они шли в бетер. Смотри, какой-то единик. Подожди, это какой из трех? Без руки которые? Это тот, который лежал, тот дальше, напротив этого, в ногах, который лежал. Ну, пожалуйста. Капитан-лейтенант Лобушкин Дмитрий Витальевич. Это, как я понимаю, военный билет офицера. Да. Тернопольская область. Кременец. Восемь шестого рождения. Ужас. Такой молодой. Для чего шел сюда воевать? На поезде. 21 числа ему ехать. 21 числа уезжать? Краматорск. Одесса, Горловка, Краматорск. Направление. Одесса, Горловка, Краматорск. Дата сейчас выдвижения 21.01.2015. 12.31. А, 01? Это он приехал. Это он приехал. Ха, парни, Краматорск приехал с Одессы. Он 21 января приехал на войну. Не долго повоевал. Ну вот он, Дебальцевский сектор С. Телерадиокомпания Бриз. Капитальный театр, Парфенюк, Павел Васильевич. Заступник, я не понимаю, тут Бандера сколько это? У меня корреспондент? Да, телерадиокомпания Бриз. Так и там на них Бриз много написано. Ну, это завалили мы капитана лейтенанта Лобушкина Дмитрий Викторовича, редактор радиотелекомпании Министерства обороны Крани Бриз. Это журналист. Как и так получилось? Его с разведкой ездили. Значит его разведка возила и хотели вывезти или что. Поэтому он приехал какого-то 21 января 2015-го и делал репортажи здесь о Дебальцеве. Рассказывает, что Дебальцева не в кольце.